Добрый день, коллеги! В первую очередь хочу сказать, что это мой первый вебинар. Так что, надеюсь, этот опыт будет положительный. Проблем у нас не возникнет. С чего мы начнем? У нас будет в этом вебинаре, так скажем, он будет стоять из двух частей. Одна будет, так скажем, посложнее. Это у нас будет наш модуль статистика ОПР в университетской библиотеке онлайн. И вторая часть будет, она такая, более творческого характера. К ним перейдем позднее. Ну что, начнем. Что такое ОПР? ОПР это ассоциация производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов. Мы вступили в эту ассоциацию и на основании их рекомендаций мы сформировали подобную статистику для пользователей нашей электронной библиотечной системы. Так. Продолжаем. Одну секунду. Ну что. Основные функции это визиты, книга выдачи, просмотры, пользователи, рейтинги, обновления, книжный фонд, отказы и общая сходная статистика, которая присутствует на всей нашей системе. Вот так выглядит, соответственно, страничка с этой статистикой в личном кабинете нашей ЭБС. Она представлена в двух, так скажем, графических вариантах. На одной странице это табличный вид, и просто тут не вместилось сразу и, соответственно, график для тех, кому нравится покрасивее. Что у нас здесь есть? Ну, в первую очередь, это визиты. Это тот параметр, при котором фиксируется именно авторизация клиента на нашем ресурсе. Вот. Но каждые 30 минут эта сессия аннулируется. И следующая, соответственно, считается новым визитом. Вот. Мы фиксируем заходы под разными IP, в зависимости, вот, даже если это один и тот, одна и та же авторизация. Это в одной вкладке будет статистика по разным заходам из IP. Что мы видим в разделе визиты. Соответственно, это количество организаций, которые заходили, студенты, абоненты, преподаватели и так далее. И, соответственно, те IP, адреса, под которыми они заходили. Для чего нужно иметь, так скажем, знание об этих IP? Для многих вузов бывает интересно узнать, заходили ли именно с IP самого вуза, ну, то есть через Wi-Fi вуза, или это заходили там с других каких-то, либо филиалов, либо других зданий. Что у нас дальше? Так, ну, это мы видим, да. Цифру обращений, количество визитов и регистрации. Можно, можно выставить по типам пользователей, по срокам и так далее. Что у нас есть еще? Что мы, я не стал показывать в этом файле, это, например, ну, книга выдачи. Здесь все понятно. Это количество книг, которые выдавались в разные периоды. И, соответственно, кому? Студентам, преподавателям, библиотекарям, абонентам и так далее. Пользователи. Здесь мы видим, что какое количество пользователей за тот временной диапазон, который вы выбрали, там, студентов, либо абонентов организации. Все зависит от типов авторизации вашего вуза. Так, что у нас дальше? Рейтинги и топы. Это вот самая интересная, так скажем, часть этой статистики. Здесь можно посмотреть, какие учебники и как часто пользуются интересом у ваших студентов и преподавателей. Ну, на основании этой информации хорошо, наверное, формировать учебные методические инструкции. Также можно здесь выбрать и временной диапазон, и вид этого рейтинга. Там можно посмотреть и разделить, как на сами учебники, на периодическую литературу журналы. Можно посмотреть активных пользователей в этой вкладке, из вашего филиала, так скажем. Что еще у нас дальше есть? У нас есть обновление. Это переход идет в отдельный сервис. Мы специально делали его, не видя простой вкладки отдельного сервиса. Там можно задать диапазон, посмотреть именно новинки за тот или иной период, которые появились в нашей электронной библиотечной системе. Это, так скажем, очень интересная вещь для того, чтобы понимать, что появляется вообще нового в книговыдаче нашей. Фонд. Это следующая вкладка фонд. Также отдельный контент. Это у нас вкладка «Мой вуз». Туда происходит переход. Это статистика, это информация о составе фонда нашей системы, которая доступна вам. Ну, то есть на что вы подписались. То есть там общее количество изданий, методической литературы, монографии, периодика и так далее. Все, что есть у вас в доступе для того, чтобы можно было с этим работать. Так. Недоступный контент там еще у нас присутствует. Это тот контент, который, например... Ну, это вот как раз по вкладке «Отказы». Тот контент, который позволяет... Ну, на который вы не подписаны, но преподаватели или студенты вашего вуза к нему обращались, например. Может быть, по какой-то старой ссылке, может быть, просто интересовались именно этой книгой, но открыть о ней не могут, потому что ее нет в вашей подписке. Вы можете посмотреть по этой статистике и на основе этой информации, ну, может быть, подписаться на эти издания, если они так были интересны вашим студентам или преподавателям. Так, продолжим мы по слайду. И, соответственно, у нас здесь есть сводная статистика. Здесь все понятно. Общий состав количественный ваших студентов, преподавателей, количество новых, количество активных, тех, кто по определенным параметрам чаще обращается к нашей электронной системе, количество просмотров страниц, просмотров книг, периодических изданий, выпусков, также прослушивание аудиоконтента, который представлен также на нашей библиотечной системе. Так, ну что, по этому моменту, в общем, все. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Я так понимаю, вопросов нет. Хотелось бы узнать вообще, как вы, слушали сейчас, не слушали, заинтересовались? Вот, огонек пошел. Можно еще, да, тогда будет мне понятно, что не зря старался. Отлично, спасибо большое. Ну что, раз у нас вопросов нет, ну что я еще могу сказать по поводу вообще этой статистики? Мы сделали ее на основе, так скажем, требований наших пользователей. Этот вопрос обсуждался многократно. Делали мы ее достаточно долго, для того, чтобы учесть все возможные нюансы и потребности, как преподавательского состава, так и руководителей, бузов, наших подписчиков. Так, ну что, тогда предлагаю приступить ко второй части нашего вебинара. У нас есть такой крупный интернет-портал, называется Art Portal. Это онлайн-галерея произведений мирового искусства. Очень большая библиотека, как картин, так и различных других видов художественной деятельности, так это назовем. И на основании этого мы сделали интерактивный учебник по мировой художественной культуре. Так как мы все-таки компания, которая предлагает именно обучение, то это наша основная, так скажем, обязанность. Что представляет из себя этот интерактивный учебник? За основу был взят настоящий учебник ПМХК, одобранный нашим государством. И мы его превратили в электронную версию с возможностью просмотра без различных PDF форматов и так далее. Интересен он будет в первую очередь соответственно учащимся, то есть это школьникам для уроков по изобразительному искусству, студентам, художественных образовательных колледжей, также преподавателям школ профильных учебных заведений и профессионалам и просто интересующимся художественной культурой. Уникальность нашего проекта состоит в том, что как тут и написано, то что бумажные книги уходят в прошлое, а цифровые издания не всегда бывают удобны для чтения. А эта интерактивная, так скажем, уникальная версия учебника позволяет не только пользоваться легко этой информацией, но и создавать отдельные галереи из представленных в учебниках графических материалов, делиться этими галереями, а также их использовать для преподавателей при различных вебинарах и просто открытых уроках можно эти галереи выводить с помощью проектора на доску. Как он выглядит? В первую очередь в нем есть очень удобный навигатор по учебнику. Вы можете увидеть это выпадающее меню в рубрикаторе по центру сайта, которое разбивается на классы. То есть мы взяли именно учебник для школ. За основу дальше будет развитие и для средне-специальных и высших учебных заведений. Этот рубрикатор доступен на любой странице сайта. Потеряться с ним нельзя. При клике на выбранный класс все раскрывается, можно увидеть полностью все содержание, раскрыть его и выбрать ту страницу, тема, которая вас интересует на данный момент. так выглядит уже переход на конкретную страницу. Здесь мы сделали альтернативную систему навигации, для того, чтобы можно было не только пользоваться рубрикатором, но и внутри любой страницы видеть и перемещаться по этому содержанию. То есть, например, верхняя часть это основной раздел класса, например, шестого, восьмого класса. То есть, вот здесь у нас, например, искусство России первой половины XIX века. При клике на эти стрелочки мы перейдем в искусство России второй половины XIX века и так далее. Следующий подраздел это уже внутренняя, так скажем, структура этого искусства России первой половины XIX века, например, архитектура. По этим, внутри этого раздела мы можем перемещаться по этим разделам. то есть, не будет перехода. Мы так и останемся в этом основном разделе искусства России, а вот переходы здесь могут осуществляться. И третий уровень это уже, так скажем, подраздел внутри, в данном случае, архитектуры. Там мы можем внутри этой архитектуры и перемещаться. Это очень удобно и интуитивно понятно. Все хорошо видно, как пользоваться, куда переходить. Дальше. На страницах этого интерактивного учебника сформирована возможность просмотра и сохранения всех графических материалов. И эти графические материалы, эти картинки можно сохранять в свою собственную галерею, создавать галерею. То есть, тут у нас значок присутствует на каждой полноразмерной картинке, в которой можно ее вставить себе в галерею. Также можно делать бесконечное количество галерей в зависимости от тематики, которую вы хотите сделать подбора. Вот. Вот так у нас выглядит внутри личного кабинета эта галерея. то есть, здесь видите, вот, например, две уже галереи сформированы по каким-то определенным типам. Когда вы жмете добавить галерею, у нас выходит небольшое окошко, которое предлагает вам либо выбрать ту галерею, которая у вас уже сформирована, либо сформировать новую галерею для вашей подборки. Что еще интересного? Мы сформировали именно общий личный кабинет с нашим арт-порталом. То есть, этот МХК, интерактивный сайт, это не просто отдельный некий ресурс, а дополнение к общему большому нашему порталу. То есть, тот личный кабинет и доступ в этот личный кабинет, они общие для всех ресурсов под ресурсов нашего портала. И те галереи, которые вы создаете, например, в МХК, в этом интерактивном учебнике, они также отображаются как отдельные галереи в личном кабинете самого арт-портала. Это удобно для того, чтобы вам можно было пользоваться различными нашими сайтами, но всю информацию держать в одном месте для формирования какого-то отдельного большого урока или какой-то другой работы. Так, ну что, мне кажется, все это очень быстро рассказал. Во время не совсем я это попал, хотя мне говорили хотя бы на 45 минут, но я готов все-таки еще на какие-то ваши вопросы ответить. может быть на предложение по будущим вебинару. Может быть, что-то вы хотели услышать. в следующий раз. Так, кто пишет? Ладно, пока пишет. я расскажу, я расскажу, что мы будущий мой вебинар может быть на такую тему. Мы сформировали, во-первых, плагин для того, чтобы могли преподавать, ну, пользователи нашей ЭБС формировать интерактивные курсы на системе Мудл. То есть этот плагин позволяет не заходя на наш сайт ЭБС, а находясь у себя под аккаунтом Мудл, уже получать полный доступ ко всей литературе, научным изданиям, публицистике и так далее, все, что представлено у нас на сайте, и с помощью этой информации формировать курс. Это удобно, не нужно открывать несколько окон, все на одном сайте. И у нас очень большая работа сейчас ведется, это так называемая песочница, песочница контента. То есть мы можем, вы можете как пользователи зайти на наш сайт на ЭБС Библиоклуб, и любой контент, который представлен, на который вы подписаны, можно из него сформировать в любом месте курс. То есть возможность из учебника не только вставить целый учебник с помощью вставки кода, который позволяет сделать сейчас на ЭБС, но и выбрать любой фрагмент. И с помощью кода, который будет сформирован просто по клику одной клавишей, вы можете этот контент вставить себе в какой-то курс. Помимо просто контента в виде учебников или даже аудио, у нас есть карты, и что самое интересное, у нас есть тесты. мы сейчас усиленно наполняем библиотеку тестов по определенным учебникам. То есть это не просто какая-то общая возможность тестирования, но вы можете взять учебник, по которому, например, преподаете, и на основании этого учебника выбрать тесты. То есть сформировать курс из того, что вы выбрали в нашей песочнице, а в конце еще и вставить наш тест на ту страницу, на которой вы формируете эти курсы, для того, чтобы провести тестирование для своих студентов о том, как они усвоили материал этого курса. Так, это у нас о будущих, так скажем, вебинарах и тех разработках, которые мы уже завершаем. Ну что, вопросов, я так понимаю. А, вот. Выбирают учебники для создания тестов, выбирают преподаватели. Смотрите, сейчас мы делаем следующим образом. С помощью статистики и статистики АПР и нашей внутренних специальных систем, у нас есть специальные парсеры, мы определяем топ учебников, ну, то есть те учебники, которым чаще всего, больше всего пользуются наши вузы. И сейчас на первоначальном этапе именно по этим учебникам мы и формируем тесты. Также мы принимаем заявки, естественно, на формирование тестов по любым другим учебникам. Если вы этим заинтересованы, вы можете написать к нам либо на help, либо на другие e-mail, и мы соответственно всегда пойдем вам навстречу и будем формировать тесты на интересующие вас учебники. Так что тут со всех сторон мы готовы сделать эту работу. Всегда огоньки. Я надеюсь, вам понравилось. В следующий раз я постараюсь подготовиться. Мне казалось, что я подготовлюсь минут на 45 точно. Либо я очень быстро разговариваю, либо мало бы информации. Так. Сейчас, одну секунду. Наверное. Что еще пока у нас Татьяна подключается. Что нам еще мне вам рассказать. про плагины мы рассказали, про муду рассказали. У нас ресурсный центр сейчас формируется по иностранным языкам. А вот Татьяна. Да. Павел, у меня вот тоже такой еще вопрос. По поводу, вы сказали, можно учебники подключать по коду свои сайты, где расположены мои курсы, его будет видно, его можно будет читать. На все ли сайты, если у меня, например, как у преподавателя или там не знаю, репетитора, онлайн-тренера, есть свой сайт, где у меня располагается мой онлайн-курс. Я являюсь подписчиком, но при этом я работаю, например, в УЗе, и ВУЗ является подписчиком ЭБС. Я захожу, я вижу книгу, я понимаю, что она мне пригодится для моего курса. Я вставляю код, и будет он работать или нет. Или как вставить? На любом внешнем портале, на любом внешнем сайте просто вставка и код, мне просто надо быть подписчиком ЭБС, и я куда хочу, туда этот код вставляю, и он будет работать полностью или как? Смотрите, мы продумали всю эту систему, потому что все-таки тут стоит острый вопрос авторских прав, нельзя просто так и любое учебное везде вставлять, но когда вы авторизуетесь на нашей электронной библиотечной системе и собираетесь сформировать, ну, то есть, взять эту ссылку, вы сначала отправляете URL, адрес сайта, на котором вы будете это размещать, тогда мы знаем, что эта информация, она будет отображаться только на том сайте, который относится именно к нашему подписчику, и только после этого информация по этой ссылке начнет отображаться, если, например, вы такую информацию нам не предоставите, или кто-то просто возьмет нам этот код и скопирует, она не будет ничего показываться на тех сайтах, которых нет в предложенном вами списке. То есть, я могу, правильно ли я понимаю, что я могу сама обратиться к вам, что-то где-то отправить, просто я пишу этот сайт, вы его проверяете, а если он мой личный сайт? Ну, никакой разницы нет. Можно ли будет? Или его главное просто заявить? Да, вы заявляете, в начале работы с песочницей, вы отправляете именно адрес сайта, на котором вы будете размещать этот контент. Не с песочницей, а с ЭБС. Ну, с ЭБС, я имею в виду, что песочница это наша внутренняя система в этой ЭБС, которая именно и позволяет формировать любой контент. А сайт может быть абсолютно любой, там, Битрикс, Гугл, Мудл, все что угодно вне вашей системы. Это все универсально, а код написан таким образом, чтобы на любых системах это отображалось именно адекватно, так скажем. Ага, спасибо. Да, Людмила, есть небольшая такая вещь, заметили, Павел исправил. Это обычная обычный случай. Да, спасибо большое, вот у нас очень внимательные. Да, 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 я только хотела сказать, это наверняка кто-то из библиографов замечает все пропущенные пробелы, запятые, буковки и все прочее, а Людмила меня опередила. Нет, нет, извинять не надо, это наоборот очень хорошо. Ага, и такой еще вопрос, Павел, вот по песочнице и по что там еще у нас было, вот вы говорили из разработок, я уже забыла про Moodle, да, про песочницу, вот эти вещи, да, 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 плагины, когда планируется вебинар на эту тему? Потому что тема очень интересная. Я думаю, как раз через месяц у нас будет все готово, плагин у нас уже готов, мы его тестируем, и сочница у нас тоже уже на предварительном этапе тестирования, мы отлаживаем, так скажем, некоторые нюансы, именно отображение на различных сайтах. Через месяц я так планирую провести еще один вебинар, и мы как раз эту тему вебинар. Ну, если успеем, если успеем до июля, то, я думаю, проведем хотя бы предварительно такой обзорный вебинар, а более подробно хотелось бы в следующий раз у нас в сентябре начинаются наши циклы вебинаров, вот может быть в сентябре сразу запланировать, я не знаю, как коллегам, мне, например, очень интересно, что там будет, как это можно использовать, может быть, тогда в сентябре уже более подробно, уже все отработано, просто провести вот в конце июня такую презентацию, показать, что это такое, да, хотя бы коротенький обзор. Да, 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 плюс я так думаю, что в июле будем делать вебинар и вообще поговорим об будущих, так скажем, разработках для нашей системы, потому что мы сейчас готовим большой пакет новинок именно к новому учебному году. О, вот это очень хорошо. мы переходим, будем переходить на новый тип сбора информации Counter-5, это уже по просьбе многих вузов происходит, эта система зарубежная, поэтому небольшие нюансы сейчас присутствуют, вот, поэтому мы и не сделали ее до этого, но надеемся, мы ее полностью сформируем к сентябрю, к началу нового учебного года. Хорошо, спасибо большое, вот сколько интересно у нас уже в конце встречи оказалось. Спасибо большое, Павел. Коллеги, если есть какие-то вопросы, можно написать в чат, пока Павел у нас еще здесь, ну и я думаю, что можно, наверное, уже отпускать нашего дебютанта, спикера нашей платформы Директ Академия. Павел, большое спасибо, что сегодня были с нами, большое спасибо, что провели такой обзор новинок, рассказали о том, что планируется, о планах, будем ждать с нетерпением обзоров и по песочницам, и по тренажерам, и по всему, что у вас есть полезного и интересного, и планируем, конечно же, в следующем учебном году уже получать почаще информацию о том, что у нас появляется, о новинках. Поздравляем вас с дебютом еще раз. Молодец, Павел, все прошло хорошо, все замечательно, и надеюсь, что коллеги, большое спасибо коллегам, кто поддерживал нас в самом начале. Вот, ну теперь можно выдохнуть, отключить вещание и отдохнуть. Хорошо, спасибо большое. С удачи вам, Павел, счастливо, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok